МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Эти соревнования от этапа Кубка Мира и Кубок Янгеля, они внесены в международный каталог авиационных видов спорта. Организация взмаганий достаточно хорошая, на высоком уровне. Кубок Янгеля – это эталон, как нужно проводить международные соревнования. Во-первых, шикарное поле, дружеская атмосфера. Дуже досвечені спортсмены, это майстри спорту, заслужені майстри спорту, майстри спорту международного класу. Приятно взмагатись. Очень справедливое судейство, очень классное судейство. На Кубку Янгеля летает декілька классов моделей, которые должны достигнуть определенных умов и характеристик. Есть вельнолетающие модели, есть модели радиокерованных планеров на тривалість польоту и на точность посадки. А также есть модели копии, которые имитуют точно те ракеты, которые уже были в действительности. Каждое измагание – это общение, обмин досвідом. За последний час, десь, мабуть, из 2013-го, даже из 2012-го, троехи взросли ревень майстерности, суттєво взросли, скажем так, досягнення спортсменів, сборная команда України с 2013-го року відвідала всі чемпионати Европы и света. Пусть побеждает сильнейший! Это мое счастье, мое хобби, мое увлечение. А хобби – это никуда не девается. Мы занимаемся, потому что нам это нравится. Я вообще занимался авиамоделизмом, но мой директор попросил, чтобы у нас не было ракетомоделистов, не было такого гуртка, а был только один. Он попросил, чтобы была какая-то конкуренция, и я предложил, что в объекте для гурток ракетомоделистов, в школе Рига. На соревнованиях лучшее, я, можно сказать, отдыхаю. Можна, например, налетать даже меньше на одну секунду и опуститься, например, на одно или на два места. Мені посчастливилось вгадати погоду, попасти в висхідні теплі потоки. Відривається теплое повітря, а отоді треба запускати модель. У кого легша модель і гарний стример, ты и выиграл, а еще прочитал погоду. Это обязательно. И никогда не можно быть самовпевненным, завжди может что-то статись. На этих соревнованиях конкуренция очень большая, но все, можно сказать, вырешивает удачу. Потому что, если ты не нашел поток, то ты не взлетаешь, потребен тебе и час. Мои ученики, что самое главное, облетали своего тренера. Все подсмотрели ты не реально, потому что создається какая-то вероятность того, что что-то произойдет. Поэтому и делается к одним-две-три модели. Я загубил ту и останнюю ракету. Процесс выготовления модели копии, который занимает, ну, так, по деяким підрахункам, от двух до трех годов. Так, чтобы больше оно было и качественно выготовлено. Класс модели С-9. Это система передтунков. Из ракеты вылетает ротер, он называется такий витрячок, это как зам. парашюта. Модели ракет сейчас, с новыми технологиями, мы используем военный пластик, карбон, эпоксидные смоли, то есть композитные материалы. Моя модель называется Сатурн-5. Она складывается из трех ступеней, она летает на семи моторах. На первой ступени пять моторей для большей швидкости, на второй ступени один мотор, на третьей також один мотор. Я выготовил ее близко двоих роков. Компонентами збірки был ватман. Ця деталізація делилась из дерева, из липа. И парашюты, системы по рятунку выготовились из пленки, из строп, из нитки. Модель американской дослідницкой ракеты Триблазер-2М. Это из своего рода подготовка. Потому что спортсмен росте только на змаганях. Найкращий дослід не стоит на змаганях. Я готовился целый год. До первого месяца мне не хватило всего 5 очков, потому что у соперника, у моего конкурента, модель взлетела лучше. Вона набрала больше стендового цель, больше очков за взлет и за полет. То есть в сумме это вышло так и это нормально. Бывают неудачи, но они есть у каждого. Конечно, я рассчитывал на победу, потому что ехать на соревнования без недели в том, что ты где-то выиграешь, бессмысленно, потому что какой итог от соревнований тогда. Редактор субтитров А.Семкин